Учителя страдают без учеников. Очень трогательное стихотворение на эту тему написала учительница начальных классов Держинской школы номер 5 Элла Груздева. Элла Михайловна 32 года преподает в начальных классах. Она заслуженный учитель России. Ну, сейчас, как и все, учит детей онлайн. Но личного общения ничто не заменит. Своё стихотворение она разместила в социальных сетях. Ах, не поэт я! И, увы, и вы простите строчки эти, Но не боюсь я, мол, вы, За слово каждое в ответе. Как прежде в класс я прихожу, И что же вижу? Парты, стулья стоят на месте. Что не так? Ребят не вижу, я тоскую. Мой кабинет, мой класс. Вот здесь учатся ребята третьего А-класса. Но сегодня вы видите, что, к сожалению, класс пустой. Деток нет. И только вот эти подготовки на наших портфолио, на портфолио ребят, напоминают мне о ребятах. Когда я проверяю их задания, я могу подойти, как будто поговорить вот со своими ребятами. Но нет сегодня голосов. И в школе тихо, непривычно, но хочется так побыстрей вести уроки, как обычно. Смеяться с вами и грустить, читать, решать, писать и спорить. И чтобы каждый день опять сюрпризы скромные готовить. Вот живое общение, его ни за что и никогда не заменишь. Дети начальной школы, они очень открытые. Они рассказывают и делятся всем. Они, вы знаете, они делают такие вещи, которые мы, взрослые, не сделаем, ну, наверное, никогда. Я просто вот хочу показать, что очень часто приходишь, а у тебя в столе вот такая трогательная записочка там лежит. Или твой портрет там, допустим. Или вот такое вот письмо. Или вот летом, как я скучал. Или вот такие вот записулечки различные, различные. И сейчас остается только, когда тяжело на душе, остается только достать это, посмотреть, улыбнуться. Пусть поскорее все пройдет. А главное, вы не болейте, не обижайте пап и мам. Им трудно тоже. Их жалейте. Прислали, прислали, даже детки сочинили. У нас тут по родной литературе было сочинить загадку. И вот даже такая загадка. Добрая улыбка, приветливый взгляд. Детей обожает. И каждый ей рад. Ставит нам спектакли, возит нас на квест. Жалко, что уроки теперь через интернет. Для учителя нехватка общения, она на сегодня ощущается. Это специфика работы. Общаться с детьми, видеть, слышать. Вот в этом шуме находиться. Это потребность уже учительская. Вы услышали это и на примере Аллы Михайловны. Ей не хватает крайне этого. Когда человек эмоциональный, очень активный, то, конечно же, вот эта пустота, она немножко угнетает. Я скучаю. Я их жду. И быстрее, так же, как они хочу, чтобы они пришли в класс, чтобы мы могли вот творить, что-то сочинять, писать, отвечать. Давать такие нестандартные ответы. Я хочу сказать всем. Всем и детям, и родителям, и моим коллегам любимым. Трудно всем сегодня. Но вот в единстве наша сила. Даже в своем стихотворении, мои последние строчки, они так и были. Невзгоды наши все пройдут. И помните, что жизнь прекрасна, а знания всегда нужны. И все лишения не напрасны.